Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшое такое экстренное включение, поскольку сегодня мы поговорим непосредственно о Harmony OS. Да, почему же я взял такую тему на своем канале? Поскольку на моем канале уже был обзор на Huawei P40 Pro и предстоит обзор на Mate 40 Pro, который является моим основным девайсом. Его же я купил и своей жене. Собственно, коробки на заднем фоне вы уже, наверное, ранее заметили. И да, как вам, скорее всего, было известно, в новых флагманах от Huawei 40-й серии, скажем так, нет Google сервисов. И это как бы было основной проблемой этих девайсов, поскольку сами девайсы аппаратно являются просто шикарными устройствами. И, то есть, дадут фору всякому айфону, даже взять, к примеру, разблокировку без касания, без свайпов у Mate 40. То есть, ты на него просто смотришь и вот, он разблокировался. Это киллер фича. Но это фичи. Да, сегодня мы поговорим непосредственно про грядущую в июне презентацию, на которой должны будут представить смартфоны с новой операционной системой от Huawei Harmony OS. И я надеюсь, что будет возможным установить или обновить мое устройство на Harmony OS. И в таком случае, скорее всего, но это не точно, появятся Google сервисы на этом смартфоне. Тем самым, он станет практически самым лучшим смартфоном Android в мире. Но на презентации также представить P50. С теми же технологиями, что и в этом смартфоне. Возможно, немножечко допиленными и с другим дизайном, как всегда. То есть, не будет вот этого круглого выреза под камеры. Скорее всего, будет классический. Или, я как видел, на ранних пререндерах будет вот такой вот большие круглые линзы. То есть, возможно, камера даже будет лучше, чем в Mate 40 Pro. Да, в преддверии выхода новой операционной системы от Harmony OS в интернетах, в этих ваших, появилось видео от китайца, где он обозревал, собственно, бету Harmony OS. Собственно, вот они кадры с этого видео, с этой презентации, если ее так можно назвать. Да, ее демонстрируют, собственно, на вот таком же смартфоне, на Huawei Mate 40. Про, да, судя по всему, будут не только функциональные изменения, но и визуальные, по сравнению с операционной системой MUI на базе Android. Да, судя по виджетам, которые были на этом видео, в Harmony OS подсмотрели некоторые фичи у iOS. И я не скажу, что это плохо. Да, к примеру, большие папки приложений, такие же, как в iOS 14. В принципе, аналогичные. Да, интересным нововведением является то, что можно будет свайпнуть вверх по какому-нибудь приложению, по какой-нибудь иконке, и будет выскочить такой виджет с подробной информацией этого приложения. И да, приложения с поддерживающей этой функцией будут обозначены небольшой линией под иконкой. Тем образом, как, ну, под свайп, тем образом вы будете знать, что вы можете посмотреть подробную информацию о этом приложении. И да, релиз стабильной версии Harmony OS будет представлен, если я не ошибаюсь, как мне уже прислали сами Huawei. Релиз стабильной версии Harmony OS будет 2 июня вместе с презентацией новых флагманов P50. То есть там будет, скорее всего, несколько, как всегда, по традиции. И, как минимум, эти устройства получат поддержку Harmony OS. Не знаю, как будет с старыми устройствами, будут ли они обновляться, но я буду очень сильно надеяться на это, поскольку тем самым это будет просто киллер-бомба просто смартфон. В том плане, что он будет равносилен новому смартфону, который выйдет 2-6 P50. Да, и если действительно Harmony OS окажется такой, как они говорят, что она лучше андроида. Хотя, насколько мне известно, Harmony OS базируется на андроиде. Если это все же не так, то 100% будут старые устройства обновлены до версии Harmony OS 2.0 и тем самым будут поддерживаться Google сервисы. Также были сведения, что смартфоны с чипсетом Snapdragon 4G, то есть все смартфоны, в которых нет 5G, имеется в виду на Snapdragon, они будут поддерживать Google сервисы. Да, у Huawei, собственно, свой флагманский Kirin 5-нанометровый 9-тысячной серии, да, он быстрый, холодный, что очень хорошо. И, да, тем самым, если они обновлят смартфоны с Kirin на Harmony OS, и они будут вести себя стабильно и иметь Google сервисы, то, да, то будет, скорее всего, два обзора на Mate 40 до и после. Это было все на сегодня. Не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. Ну а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.